Шелби, шелбечка, девочка, глянь сюда, шелби, глянь на меня, глянь на мою девушку, шелби, красавица, вот такая у нас красивая девочка, причем мы ее взяли клубочком, таким котеночком, и муж ее, когда приобретал, был уверен, что это кот, когда этому сокровищу исполнилось 4 месяца, я понесла на кастрацию, приношу, мне врач говорит, ну все, я сделаю вам девочку. У меня есть недопонимание, я говорю, как вы мне сделали девочку, обыкновенная, у вас девочка, вы что не смотрели, я говорю, как, а там такой, знаете, вот маленький-маленький был комочек шерсти, то есть, ну, под хвост никто не заглядывал, но была уверена, что это все-таки вот такой мужик, муж очень хотел кота, говорит, что у нас женский батальон, нужен в доме еще один мужик. Имя очень интересное, шелби мустанг, но уже переименовывать никто не стал, потому что 4 месяца кот уже отзывался на шелби, теперь у нас будет девочка шелби, ну, девочка так девочка. Что еще, у нее очень большая шерсть, ей очень жарко, я ее стригу каждые 3 месяца, отвозим ее на стрижку, ей гораздо, конечно, легче. В интернете я заказала такую специальную рукавицу, которую вычесываю в шерсть, дама эта совсем не ручная, то есть, если она захочет, она придет сама, не захочет, ее можно погладить только на полу, на руках она не сидит, сразу как-то пытается вырваться, если спишь, она может прийти, лечь очень деликатно сбоку, то есть, не в ногах, чтобы она мешала, не в голове, сбоку аккуратно, очень деликатно ляжет, помурлычет, причем мурлычет очень громко, вот знаете, как танк, очень-очень громко, вон, Аня говорит, как она мурлычет. Сейчас покажу вам нашу вторую девочку. Дарси тоже стриженная, хотя шерсть порядком отросла у нас сейчас, она по характеру очень ручная, то есть, гладьте меня, гладьте, я буду только рада, на руках не слезая, но вот младшую она гоняет, конечно, очень сильно, догоняет, она ее прям кусает, чуть ли не рвет на части, у них бывают редкие периоды перемирия, что еще, она в последнее время стала какой-то, знаете, очень болезненной, то у нее были проблемы, допустим, с глазами, то проблемы были с ушами, там черное было в ушах, мы ее мазали, сейчас у нее какие-то там пятна на подбородке обрабатываю, еще есть определенные проблемы у нее со здоровьем, не знаю, в чем связано, корм пытались менять, перепробовали 3-4 корма разных, ей ни один как бы не подходит, но не подходит в каком плане, у нее эти проблемы не уходят, поэтому, если только ухаживать за ней, любить, хорить, лелеять, что еще, если вот шелби мы несем, когда на стрижку, она ложится и терпеливо ждет, пока шелби дается стрижь себя, то Дарси, это всегда проблема, ее либо два человека держат, третий подстригает, либо приходится колоть снотворное, снотворное колоть это, конечно, не выход, большая нагрузка очень ей на организм, поэтому в последнее время я ее, бывает, раз в полгода стригу, ну, бывает раз в год, как получается. Ой, ну вот, у вас зашла речь о котах, покажу вам, сегодня я бежала на почту, забрала, наконец, свою посылочку, она у меня там почти неделю лежала, получается, акция в магазине, я периодически там заказываю, берешь одну упаковку, вторая идет в подарок, то же самое, купила одну, видите, вторая написана бонус, экономия вот на всем этом, я села, конечно, не менее посчитала, 104,50, это, получается, выгода, то есть, сколько я взяла бы в магазине, я бы потратила, 445 гривен, это уже с доставкой, конечно. Корм едят они очень хорошо, и что мне здесь нравится, здесь есть содержание мяса, не буду говорить, там, проводить антирекламу, но некоторые корма, которые рекланируют, там мяса нет, вообще ноль, даже в сухом концентрате не присутствует мяса, а что это за корм котам, в котором нет мяса, мы любим мясо, да, Селдочка, моя девочка, моя красуна, он еще одна прислала, красавица моя, да, Селдочка, Селдочка. Ребенок, мой ребенок, да, Руся, да, Руся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Узнаем сейчас, какую цену, с ребенком после школы пройдемся, зам наконец-то, и осенью буду ходить в кроссовках. Я еще, знаете, думала, почему я год тянула, не сдавала. Потому что обуви достаточно, там 3-4 пары, и ну парой больше, парой меньше. И каждый раз себе, ну они же лежат, ну надо же в конце концов начать их носить. Приезжали со школы, сейчас с твоей варенечкой, с картошкой поедим, побежим. Так, ну вот мы пришли в студию рисования, наш преподаватель самый лучший в мире. Вот наша студия рисования, это вот работы деток, вывешивают. Но все так даже не покажешь, наверное. Отвела ребенка, через час забирать. Прибежали мы с рисования. Сразу видно, что у ребенка на рисовании был он, вся замазюкалась. Нужно было нам сделать звуки. Зашли в магазин, оказывается, вот эти вот вещи, есть в готовом виде, недорого стоит, и в коробочке все аккуратно. Ну, на лучиночку взяли, и купила еще вот такой коврик под дверь, и нам мне очень понравился. Наш уже так поизносился. Этот свеженький, аккуратненький взяла коврик. Сейчас переодеваемся, что-нибудь перекусим, и зауроким. Дома, кроме борща, нет ничего готово, вот такая хозяйка хорошая. Порезала быстренько помидорчик, огурчик, сладкая перчина у меня была болгарская, сыр фета остатки, чесночок выдавила. Олегковым маслом все заправила. Сейчас быстренько пожую, пока мне там футболку, Анину, водолазку замочила. Откраскиваешь вам немножко, сейчас быстренько-быстренько перекус, и пойду делать уроки. Ой, девочки, мальчики, еще покажу вам свои орхидейки, ну, они меня очень радуют. Вот прям, знаете, как ребенок маленький радует. Ну, конечно, за ними же надо и ухаживать, чтобы не цвелечь. На улице сегодня очень жарко, плюс отопление, целый день вот открытый балкон. На улице только вот закрыла окна, потому что был весь день открыто все было. Воздух пересушен, очень жарко. Для орхидеи это как бы не совсем хорошо. И вот видите, у меня стоит пшикалка такая с водой. Я утром проснулась, бегу к ним, пшикаю, 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 пока ребенок спит, делаю себе кофе и бегом их пшикать. В обед ребенка в 12 часов забираю со школы, опять пшик, 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 пшик. То есть где-то я их 4 раза в день пшикаю водой, потому что очень переживаю, что горячая жара это очень плохо. Вот, ну вот, попаду ближе, даже покажу. Не знаю, может быть, я одна такая обожаю эти цветы. Может быть, кому-то, знаете, кто-то к ним равнодушен. Я прям вот обожаю, обожаю их. И вот эти бутончики распускаются. Меня эти вроде такие моменты так радуют. Вообще я смотрю на них и радость такая у меня от них. Вот видите, какой интересный. Причем, когда купила вот эти первые два, были белые. Я думала, что они такие белые будут. А новенькие распускаются, смотрю, одно пятнышко. Второй, смотрю, два пятнышка. Вот еще, видите, они распускаются вот такие. Вот Атлантиз такой мне подарили на дни рождения, прям красивейший. И у него много-много цветочков. И вот один мой такой стойкий. Он называется Азиан Коралл. Камера, цвет не передают, но он очень красивый. Орхидеи я себе побрызгала. Но надо же тут, теперь сейчас приду пшикалкой. Думала, думала, бросила туда. У меня есть синтарная кислота для орхидеи. Бросила одну штучку. Думаю, по пшику их тоже им не помешает. Потому что я их, наверное, годы два вообще ничем не удобряла. Растут и растут себе. Поэтому сделаем такое доброе дело. Закинула. Закинула одну стирку. Знаете, вот бывает такое, вторая стирка уже. И нужно что-то докинуть. И вот хожу, подумаю, думаю, что же мне туда докинуть. У меня на всех стульчиках, на табуреточках, вот они одинаковые, такие подушки. Думаю, сниму-ка я их, еще докину туда. Хотя вроде бы чистые, но надо что-то докинуть, вот докину их. Ну что, мои девочки, мальчики, день сегодня подошел к концу. День был какой-то суетной, много беготни. Вот я в прошлом видео говорила, что я планирую какие-то вещи. Список у меня из десяти дел. Сегодня я не успела практически ничего. Потому что по времени, если мы ходили с дочкой на рисование, это занимает рисование час. Мы с ней непонятно, каким образом час шли туда, час там и час обратно. То есть нас не было дома три часа. Не знаю, что мы так вот. Ну, такие дела. Пока постирала, пока где-то там на кухне прибралась, все. Уже, знаете, как это чувствуется, хочется отдыхать. Уложу дочку, пойду на кухню, пересмотрю видео, у кого какое вышло. Там поставлю, конечно, комментарии, лайки. Привет всем, на кого я подписана. И есть проект такой «Холостячка» идет на телевидении. Много всяких проектов, шоу. Единственное, что я смотрю, это «Холостяка» и «Холостячка». Причем я смотрю в полном осознании, что это шоу, оно постановочное. Все это не настоящее. Актеры как бы проплаченные. Есть сценарий, есть режиссер. Но мне очень нравится, то есть я смотрю это все с удовольствием. Так, на какие проекты вы подписаны, что смотрите. Многие женщины смотрят какие-то кулинарные каналы. Мне интересно, какие у кого любимые передачи. Давайте общаться. Давайте, чтобы у нас был с вами диалог. Жду ответов. Пока-пока.